Решаем, на каждого из нас пишется книга, и эти книги будут разгнуты, развернуты на суде, и все записано, доброе и худое. Но пока мы живы, мы можем то, что было ранее записано худое, можем изгладить это покаянием и милостыней, добрыми делами. Мы можем изгладить из этой книги то, что было вперед написано. Об этом нам говорит и Священное Писание. И вот Святитель Иоанн говорит, хочешь ли знать, как благ наш Владыка? К нему пришел мытарь, виновный в бесчестных пороках, и сказал только, милости буди мне грешному, и ушел оправданным. А через пророка Исаия Бог говорит, за грех коррестолюбия его я гневался и поражал его. Скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и скорбящих его. Что может сравниться с таким человеколюбием? Потому только говорит, что он опечалился, я простил грехи его. А мы не делаем и этого, и тем особенно прогневляем Бога. Он умилостивляющийся малым, когда не видит и этого, справедливо гневается и подвергает нас великому наказанию, потому что мы обнаруживаем крайнее небрежение. Кто когда-нибудь скорбел о грехах, кто воздыхал, кто бил в грудь свою, кто сокрушался, я не знаю никого. Люди непрестанно плачут об умерших рабах, о потере имущества, а погубляя каждый день душу свою, даже и не думают о том. Как же ты можешь умилостивить Бога, если даже и не знаешь, что ты согрешил? То есть жизнь так, как бы грешим, и думаем, это так и должно быть, будто бы становится уже грех, становится естественным, как бы в нашей жизни. Хотя это противоестественно, всякий грех это противоестественное для души. Правда, говоришь ты, я грешен, но это говоришь одним языком. Говори же и сердцем, и вместе с тем воздыхай, чтобы тебе постоянно быть в добром настроении. Ведь если бы мы скорбели о грехах, если бы мы воздыхали о прегрешениях, то ничто другое не печалило бы нас, потому что эта скорбь отгоняет всякую печаль. Таким образом, от исповедования грехов мы получили бы и другую пользу, ту, что не стали бы падать духом в горечных обстоятельствах настоящей жизни, не надмиваться в радостях, а через это много умилостивили бы Бога. Между тем теперь делами своими мы оскорбляем Его. Для того Он и угрожает наказанием, чтобы страхом истребить в вас нерадение. А когда мы страшимся одной угрозой, то Он уже не попускает нам испытать ее на самом деле. Смотри, что говорит Иеремия. «Когда не видишь ли, что сие творят? Отцы их зажигали огонь, сыновья их собирали дрова, жены их месили муку. Боюсь, чтобы и о нас не было сказано того же. Не видишь ли, что они делают? Никто не ищет ничего Христова, а все своего. Сыновья их предаются распутству, отцы их любостяжанию и хищению. Жены их житейской суете не только не удерживают мужей своих, но и поощряют их. Встань на торжище, спроси уходящих и приходящих, и увидишь, что никто не заботится о предметах духовных, а все гоняются только за плотским. Доколе мы не пробудимся, доколе будем объяты глубоким сном. Неужели мы еще не насытились злом? Впрочем, и без слов самый опыт достаточно может научить нас, что все настоящее низко и ничтожно. Люди, занимающиеся внешнею мудростью и не знавшие ничего будущего, уразумев совершенное ничтожество вещей настоящих, удалялись от них. Как же можешь получить прощение ты, присмыкающийся на земле и не презирающий малого и приходящего для великого и вечного, ты, который слышал от самого Бога, открывшего и внушившего тебе это и получил от Него такие обетования, что эти вещи не стоят привязанности, доказательствам, но служат и те, которые оставляют их без надежды благ больших. В самом деле, какого, ожидая богатства, они избирали бедность? Никакого. Они очень хорошо знали, что такая бедность лучше богатства. В какой жизни, надеясь, они оставляли роскошь и предаваясь строгому житию? Никакой. Они, познав свойства вещей, уразумели, что отсюда великая польза и для душевного любомудрия, и для телесного здравия. Итак, представляя себе это и непрестанно помышляя о благах будущего, перестанем прилипляться к настоящим, чтобы нам сподобиться тех будущих благ. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе Божия, слава тебе Божия.